Добрый день, я Валентин Хохлов и мы продолжаем цикл передач об истории средних веков. В предыдущем выпуске я рассказал вкратце о жизни общества в течение 250 лет после падения Западной Римской империи в 476 году. В целом этот период можно охарактеризовать как постепенный, весьма плавный переход к подлинному средневековью, но до сих пор мы не увидели каких-то кардинальных изменений, ничего такого существенно нового, чем можно было бы объяснить переход к феодальной системе. В этой передаче попробуем найти ключи к разгадке феномена феодализма и тех институтов, которые были характерны для средневековья. Но сначала небольшое отступление. История для меня это хобби, а вообще я по основному роду занятий являюсь специалистом по корпоративным финансам, стратегии и инвестиционному менеджменту. И вот по роду этой деятельности хорошо знаю о различиях между англо-американской и континентальной системой права. Возможно и вы знаете, что многие олигархи, тем более корпорации, предпочитают судиться между собой в Лондоне по системе английского права. И это не случайно доказано, что эта система, система общего права лучше защищает интересы акционеров, интересы инвесторов, чем континентальная система цивильного или гражданского права. Исследования также показывают, что эта система права влияет, это статистически значимое влияние на темпы экономического роста. То есть система общего права позволяет достичь более высоких темпов роста. Не случайно также, что такие страны, которые были под влиянием английского права, как Гонконг, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты, Кипр, стали финансовыми хабами своих регионов. Когда я читал труды Гизо по истории, я увидел много нового для себя. Дело в том, что Гизо открыл ряд феноменов, которые мы сегодня рассмотрим. Но это для него был предмет таких теоретических изысканий. А я считаю, что видны и практические последствия этого. Вот эти вещи объясняют то, почему рынки капитала более развиты в англо-американских странах, чем в континентальной Европе. Почему там сильнее традиции либерализма и тому подобное. То есть изучение истории позволяет какие-то вещи, которые иначе совсем не очевидны, прояснить. Итак, уже о двух системах права я сказал. Континентальная система, по-английски это называется civil law, цивильное право или гражданское право, является наследницей римского права. Через кодекс Наполеона вошла в обиход стран на европейском континенте. Отличие этой системы в том, что право постулируется законодателем, то есть принимаются законы и далее суды действуют согласно нормам писанного права. Поэтому законы должны быть достаточно детальными, регулировать все сферы общественной жизни. Если что-то не регулируется законом, то возникает определенная правовая лакуна. Англо-американская система, common law или общее право. И законодатель в ней не постулирует, допустим, те или иные нормы, а постулирует принципы. Нормы же они кодифицируются в соответствии с устоявшимися обычаями. Суды на основании принципов создают правоприменительную практику, которая базируется на этом правовом обычае или, попросту говоря, на прецеденте. Если в той или иной сфере жизни есть правовые обычаи, то в этой системе не обязательно наличие законодательного регулирования для того, чтобы эффективно защищались права и интересы. Необходимо дать еще два определения. Это публично-правовые и приватно-правовые отношения. Публично-правовые возникают между частными лицами и институтами, которые действуют от имени общества. То есть органами государственной власти. И эти отношения по своей природе асимметричны, потому что у государства есть монополия на власть. А приватно-правовые отношения возникают между частными лицами и они по своей природе являются асимметричными, потому что ни одна из сторон не имеет властных полномочий в отношении другой. В Древней Греции и Древнем Риме был такой приоритет или доминирование скорее публично-правовых отношений. В Древнегреческих полисах граждане были обязаны защищать свой город, также занимать в течение своей жизни общественные посты. Причем это не рассматривалось как работа чиновника, а считалось, что это их гражданская обязанность. В Риме же термин республика значило общественное дело, интересы граждан были подчинены интересам республики. Высшие магистраты это консулы, преторы и экстраординарные магистраты это диктатор и так далее. Они имели так называемый империум. Империум это право власти в отношении неопределенного числа лиц, естественно публично-правовое понятие. Частная собственность в Риме была, но есть все основания считать, что большинство богатых людей владели основной долей своей земельной собственности не на правах частной собственности, а они арендовали общественные земли. В подтверждение этого я могу привести смысл реформы Тиберия Грабха, которая заключалась в переделе общественной собственности. А через 50 лет при Суле в республиканском еще Риме началась практика проскрипции. То есть это государство взяло на себя право распоряжаться жизнью и имуществом граждан. Это совершенно исключает наличие каких-то неотъемлемых прав. В Древней Греции, по словам Адриана Лани из Harvard Law School, публичные институты доминировали во всех сферах жизни и какой-то сферы личной жизни свободной от вмешательства государства не существовало. Мы знаем, что в Риме и по всей видимости в Древней Греции законодатель мог принять любой закон, то есть по своему усмотрению изменить нормы поведения, невзирая на какую-то практику. И граждане должны были подстраиваться под те нормы, которые принял законодатель. Вот наследие этого мы видим в нынешней системе гражданского или цивильного права в континентальной Европе. Не так было у древних германцев. Дело в том, что варвары жили за пределами Римской империи. И, собственно, вандалы, готы, франки, бургунды, лангобарды, англы и саксы, они не имели государственных образований, соответственно, у них не могло быть публично-правовых отношений. Всех отношений строились на приватном правовой основе. Все решали собрания свободных людей. Конечно, у них были и несвободные люди, но полнотой власти обладали только свободные. И вот Гизо показывает, что если в Древней Греции и Риме общественная сила всем распоряжалась, человек был принесен в жертву гражданину, то германцы дали нам дух свободы в том смысле, в котором мы ее теперь знаем, в смысле права и достояния каждого человека, который имеет право распоряжаться самим собой, своими действиями и судьбой, пока не причинит вреда никому другому. У древних германцев собрание свободных людей, глав семейств решало все вопросы жизнедеятельности общины, вершило суд, восстанавливало нормы поведения. Гизо показывает, что такие собрания первоначально были частыми, раз в неделю или раз в месяц, но и суд вершили свободные люди, которые назывались у франков Рахимбурги, а у лангобардов Ариманы. Они принимали решение, виновен или невиновен обвиняемый. А наказание устанавливалось согласно обычаю. И здесь нужно сказать одну очень важную вещь. Дело в том, что многие источники, в том числе Википедия, пишут, что те же Рахимбурги, Ариманы, это судебные чиновники. Но Гизо придерживается противоположного мнения. И он опирается на грамоту императора Тона Первого, это 10 век. В ней прямо говорится «со свободными людьми, что попросту зовутся Ариманами». Гизо также ссылается на предыдущие исследования таких историков, как Мезер, Савиньи, Мюллер. И пишет так в своей работе. После завоевания Калии, по всей видимости, ввиду немногочисленности франков, стало невозможно так часто собирать вот эти собрания. И к середине 7 века в каждом графстве они собирались раза три в год. А в Каролинскую эпоху даже это стало затруднительно. Поэтому стали выбирать скабинов. Это свободные люди, которые были наделены полномочиями вершить суд. Их в каждом графстве было 5, 7 или 9. Они принимали решение о фактической стороне дела, а организации судебного процесса ведал королевский чиновник. Первоначально это был граф, а в более позднее время это стали чиновники Балии, Прево. Они следили за процедурной стороной и определяли наказание. Возникает закономерный вопрос, как вот эти две системы, германская и римская, уживались вместе. Дело в том, что я уже говорил в прошлый раз, что галлоримлян и берлоримлян было 98-99% на этих территориях. А варваров, франков, готов, бургундов было 1-2%. Ну, соответственно, как может 1-2% изменить уклад жизни? Но мы не видим этого. Уклад жизни сильно не менялся. Так что, получается, германцы подстроились под римлян. Тоже нелогично, потому что они же завоеватели. И вот из этой коллизии есть выход. Он заключается в системе персонального права. Это такой феномен, который, в принципе, не имеет аналогии в истории человечества. Вот мы сейчас живем в системе территориального права, когда на данной территории действует закон государства, единый для всех лиц. А в системе персонального права на данной территории действовали разные нормы права для разных лиц. В зависимости от их происхождения. То есть, галлоримлян и берлоримлян судили по нормам римского права, а варваров по нормам общего права германской общины. Наиболее полное исследование феномена персонального права в раннем Средневековье приведено в монографии Симеона Гутермана «The Principle of the Personality of Law in the Early Middle Ages», изданное Университетом Майами в 1966 году. Дошедшие до нас первоисточники, своды законов королевств, существовавших в начале VI века, Визгодская, Бргутская, Салинческая правда, а также Эдикт короля Эртари, определивший право лангобардов. Самая ранняя редакция Визгодской правды была, по всей видимости, принята в правление короля Эриха, была 483 года, еще в ту пору, когда Визгоды не были вытеснены из юго-запада Галии, то есть они обитали также и в Аквитании. Этот свод законов определял нормы права для готов, а при сыне Эриха, при Аларихе II, был принят документ, называемый бревиарием Анянии или бревиарием Алариха, его оригинальное название Лекс Романа, я о нем уже говорил, он регулировал право для гала и ибера римского населения. Как указывает Гутерман, общим правилом было то, что взаимоотношения между гала и ибера римлянами продолжали регулироваться римским правом, а когда взаимоотношения касались готов, или они были между готами и римлянами, то вступала в действие Визгодская правда. Изменилась ситуация лишь к VII веку, в конце VI века король Леавигильд начал сдавать законы, которые равным образом относились к римлянам и к готам, но только король Хиндосвиндт в рамках борьбы с Визгодской знатью предпринял полномасштабную реформу права, которую завершил его сын Реккисвиндт в 654 году изданием той версии Визгодской правды, которая дошла до НАСА. Она объединила положение керманского, римского и церковного права. И эта редакция была использована королем Кастири и Леоном Фердинандом III в качестве основы для свода законов своего королевства. Некоторые нормы дошли в законодательстве Испании до конца XIX века. Подобную картину мы наблюдаем у бургундов, хотя Гизо пишет, что бургундская правда, которая составлена в правлении короля Ахтабада и его сына Сидисмунда, представляла собой попытку объединить законодательство для бургундов и для галоримлян. Но Гутерман, а также Кэтрин Фишер-Дрю, которая написала специальную книгу о бургундской правде, утверждают, что все же этот документ применялся к делам между бургундами и к смешанным делам, а галоримляне использовали между собой римское право. Но Гутерман пишет, что система судов в королевстве, по всей видимости, была единой. Просто эти суды использовали нормы персонального права в каждом конкретном случае. Что касается Лонгобардской Италии, то эдикт короля Ротари в 643 году кодифицировал германское право этого народа, но, по всей видимости, он не распространялся на население покоренных семей, по крайней мере, до правления короля Лиутпранда. Это 712 и 743 годы. Но даже после того, как Карл Великий, король Франков, в 774 году покорил королевство Лонгобардов и объединил оба королевства, Франков и Лонгобардов, под своей властью, сохранилось принципы правового дуализма. Лишь в 1038 году император Священно-Римской империи Гутерман II окончательно ликвидировал систему персонального права и своим эдиктом он на всей территории империи установил принципы римского права. По всей видимости, именно поэтому Германия сейчас живет в системе, континентальной системе гражданского права, а не в системе общего права, как, например, Соединенное Королевство. По королевству Франков я хочу сослаться на мнение Гизо. Солические и репурянские законы постоянно повторяют, что римлян будут судить по римскому закону. Многие указы франкских королей, в том числе указ Хлотаря I от 560 года и указ Хильдебарта II от 595 года, возобновляют это повеление и заимствуют у римского права некоторые из его распоряжений. Законодательные памятники франков свидетельствуют, стало быть, о непрерывности его существования. Речь у Гизо идет о непрерывности римского права в королевстве франков и затем во Франции. Интересно наблюдать за эволюционным развитием варварских правд. Если в Солической правде, по словам Гизо, было 343 статьи о наказаниях и 65 прочих статей, это было принято в правлениях Хлотаря I, в более поздней репурианской правде, которая была принята в правления старшей ветви мировингов Теодорих и Теодебарт, было 164 статьи уголовного права, 113 статьи административного или гражданского права и в бургундской правде, хотя она была принята раньше репурианской, но для более продвинутой части Галии было 142 статьи гражданского права, 182 статьи уголовного права и 30 статей посвящено судопроизводству. Что касается Вестгодской правды, то я опираюсь на издание 1910 года, издание Скотта в Бостоне, это перевод Вестгодской правды на английский язык. В Вестгодской правде было 12 книг, согласно Скотту. Первая книга «Законодатель и закон», вторая книга «Процедурные вопросы», это «Полномочия с судей, судебные процедуры, адвокаты, свидетели, доказательства и документы в суде». Далее, третья книга «Брачное право», четвертая «Права наследования», пятая «Контрактное право», шестое «Убийство, увечья, аборты», седьмое «Кражи и мошенничество», восьмое «Насилие, причинение вреда здоровью», девятое «Беженцы, вопросы убежища», десятое «Земельное право и рабы», одиннадцатое «Медицинское право, раскопка могил заморские торговцы», двенадцатой книге «Церковное право», еретики и статьи, относящиеся к евреям. Любопытно, что в одиннадцатой книге в первом титуле статья три-четыре определяют контрактное взаимоотношение между пациентом и врачом, в пятой статье определяется вознаграждение врача за успешную операцию по удалению катаракты, а в восьмой статье устанавливается плата за обучение рабов в медицине. То есть мы видим, что это нормы достаточно продвинутые, скорее всего, годы заимствовали их у римлян. И таким образом право у варваров развивалось по мере развития цивилизации, они заимствовали нормы римского права, усложняли свои кодексы. Параллельно с этим шла вторая тенденция, это ужесточение наказаний. Если в столической правде практически нет смертной казни, вообще нет телесных наказаний или заключения, а основным наказанием есть уплата вергельда или виры, то есть денежная компенсация пострадавшему, то в буркундской правде начинают появляться телесные наказания, нравственные наказания, некоторые даже странные такие, например, человек, укравший охотничного ястреба, должен дать ему съесть шесть унций своего тела или заплатить шесть судов. Наконец, как это все связано с переходом к феодальной системе? Феодальная система – это система договорных отношений, основой которой является контракт между двумя лицами. Контракт может быть писаным, может быть не писаным. Вот в древней Греции и Риме такая система существовать не могла. Человек там рассматривался как элемент общественного механизма, как винтик. У него не было неотъемлемых прав. Германцы принесли в европейскую цивилизацию дух личной, индивидуальной свободы. Поначалу это могло вылиться в то, что Гоббс называет «война всех против всех», но постепенно люди стали между собой договариваться, устанавливать какие-то правила игры. Это мы видим в эволюции барбарских правд. Но структурирование общества шло не в публично-правовом, а в приватно-правовом отношении. Дело в том, что короли, как мы видели и увидим еще в 7-9 веках, не были так могущественны, чтобы подчинять всех своей воле с помощью законов. Поэтому возникали договорные отношения между людьми на более горизонтальной основе. Основой стал контракт. И он определял права и обязанности сторон. Это мы увидим в отношении феодалов, в отношении сеньоров и вассалов, в отношении феодалов и крестьян или горожан, в отношении мастеров и их учеников. Вот в этом вся суть феодализма. Это сеть договорных отношений каждого с каждым устанавливающего права и обязанности сторон, а не подчинения кого-то своей воле. А вот когда королевская власть усиливается окончательно, это происходит где-то в начале 16 века в правлении Франциска I в Франции, в правлении Генриха VIII в Англии, в правлении императора Карла V, он же король Испании, Карл I, то феодализм сменяется абсолютизмом. Совершенно другой системой отношений, основанной уже на публично-правовых отношениях, то есть мы возвращаемся к тому, что было в античности. Мы также видим влияние германцев на развитие европейской цивилизации, оно очень велико. Это идеи личной свободы, без которых мы сейчас себя не мыслим. Мы можем также видеть, как это связано с эволюцией стран, разных стран в Европе. Страны, которые не были под властью Римской империи, это нынешнее Соединенное Королевство, Нидерланды, Скандинавия, они более либеральные, в них больше индивидуализма. В Соединенном Королевстве и его колониях в наиболее чистом виде сохранилась система общего права, основанная на правовых обычаях древних германцев. Например, такой обычай, как суд равных себе. В феодальной системе это был суд пэров. Пэры судили друг друга, а король не мог их судить. Это суд вассалов. Сеньор не мог судить вассала. Другие вассалы судили вассала этого же сеньора. А в нынешнее время это суд присяжных. Дело в том, что присяжные это же наследие института Рахимбургов, института Скорбинов. Когда люди, равные по положению обвиняемого принимали решение о его виновности или невиновности. А судебный чиновник это лишь организатор судебного процесса. Такая система существует в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах и поныне. Законодательство германцев отличалось от римского и в плане наследования. Солическая правда устанавливала наследование земельной собственности по мужской линии. Это привело, например, к тому, что в 1328 году, когда умер Карл IV, последний прямой представитель Капитингов, то трон отошел не его племяннику, сыну сестры, Эдуарду III, королю Англии, а двоюродному брату, более дальнему родственнику, но по мужской линии, Филиппу, графу Валуа. С этого началась династия Валуа. И это было поводом для начала столетней войны. В более современной истории данная норма солической правды применялась, когда разделились престолы Соединенного Королевства и Ганновера. Потому что с Георга I ганноверская династия правила Великобритания, но у короля Вильгельма IV после его смерти трон Соединенного Королевства отошел к королеве Виктории. Но она не могла занимать престол Ганновера. И в Ганновере стал править Эрнст Август, старший по мужской линии представитель династии. То же самое разделение тронов Нидерландов и Люксембурга. Изначально они были объединены, но когда умер Вильгельм III, то в Нидерландах стал править его дочь Вильгельмина, а Люксембург, который подчинялся нормам солического права, там не могла наследовать трон герцогства женщина. И поэтому герцогский престол перешел к Адольфу принцу на Сау. Таким образом, вот мы видим, насколько важна правовая система для развития цивилизации. Видим, насколько повлияла германская система общего права на то, что происходило в Европе в средние века и происходит поныне. Мы видим, что это явилось очень важной такой вехой в переходе от античности, к феодализму, к развитию нового типа общественных отношений. Но мы об этом будем еще много говорить впоследствии. Что касается следующего выпуска, то он будет посвящен церковной жизни в VI-VIII веках. Я благодарю вас за внимание и до следующих встреч. До свидания.